Распространение курительных смесей, особенно в молодежной среде, вызывает серьезную озабоченность органов власти, правоохранительных органов и общественности. Мода на спайсы молниеносно распространилась среди подростков и молодежи. Необходимость проведения такого масштабного мероприятия назрела давно. С такими словами, открывая семинар, обратился к собравшимся заместитель председателя Пинского горе-исполкома Александр Каневский. Поскольку проблема употребления психоактивных веществ в молодежной среде и в настоящее время остается актуальной. На мероприятие пригласили руководителей и заместителей по воспитательной работе вуза, средних специальных учебных заведений, школ, представителей силовых структур города и района. Сама идея этого совещания зародилась здесь у нас. Никто нам команды никакие не давал. Мы сами решили, потому что поняли, нужно, пора, наступило время. Эта работа, наверное, не на месяцы, а на годы. И нужно ею заниматься ежедневно, кропотливо, вдумчиво и грамотно. А для этого нужно владеть информацией и современными методами противодействия этому злу. Состоялся обмен опытом между представителями учреждения образования по вопросу профилактики употребления спайсов. Все получили методический материал в печатном и электронном виде, который в дальнейшем можно использовать в практической работе. Об общественной опасности такого явления, как незаконный оборот наркотических, психотропных веществ и их перекурсоров, вел разговор пинский межрайонный прокурор Руслан Кравчук. За истекший период текущего года на территории города Пинска и Пинского района зарегистрирован рост количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Цифры говорят о следующем. В Пинском районе у нас рост произошел с 1 до 3, в городе Пинске с 4 до 6 таких фактов. Одним из условий, способствующих росту потребления наркотических средств, психотропных и огурманивающих веществ, в молодежной среде является и их доступность. А эти факты необходимо исключать. Прокурор также напомнил педагогам о полном отсутствии ответственности за выявление фактов употребления и распространения наркотических веществ в молодежной среде. И привел примеры тех коллективов, где существует материальное поощрение за добросовестное отношение к воспитательной работе. Положительным опытом борьбы со спайсами поделились лидеры общественных организаций, представители медицинских учреждений. Профилактическая работа в подростковой среде требует от всех заинтересованных ответственного, вдумчивого и профессионального подхода. Семинар являлся частью образовательной, психологической и социальной работы, направленной на расширение знаний в области профилактики.